В рамках реформирования вооруженных сил в стране проводится работа по созданию условий для несения службы военнослужащими. Повышается и акцентируется внимание социальным вопросам, строительству и организации военных городков. В торжественной церемонии открытия нового полигона в Сурхандарее приняли участие руководство оборонного ведомства и военно-административного сектора области. Почетные ветераны, представители организации. О созданных условиях в полигоне расскажет Лола Ракаева. Открытие окружного полигона Термес, дислоцированного на территорию юго-западного особого военного округа, для военнослужащих стало событием знаковым. Строительство и капитальный ремонт объектов, в том числе и его учебной базы, проведенных в рамках программы по реконструкции военных полигонов, было проведено Министерством обороны совместно с военно-административным сектором Сурхандаринской области в соответствии с современными требованиями. Оборудованные учебные корпуса, солдатские казармы с комфортом и уютом, шикарная столовая, более чем на одну тысячу военнослужащих, новый спортивный комплекс. Все с целью поддержания боевого духа бойцов, которых после усиленных тренировок в условиях климата южного региона ожидают прекрасные бытовые условия евростандарта. А уже для повышения профессионального уровня подготовки личного состава проведена колоссальная работа непосредственно на полигоне. К счастью, собственного опыта боевых действий в Узбекистане нет, поэтому учитывался анализ современных боевых конфликтов. Созданы городки ближнего боя. Инфраструктура полигона площадью в 28 тысяч гектаров. Разработана с учетом международных требований. Огневая подготовка основа обучения войск. На территории полигона оборудована универсальная директриса для осуществления стрельбы из различных видов оружия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я очень рад за наших вооруженных сил. Для Родины надо служить, потому что Родина вот такие вот условия создает. Спасибо. А это в очередной раз подтверждает наличие условий для воспитания мужества и уверенности в своих действиях молодых военнослужащих, их готовности к защите суверенитета и территориальной целостности страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...